здравствуйте всем кто зашел посмотреть сегодня хотелось бы рассказать о небольших четырех хитростях для мам и пап которые возможно вам помогут в качестве совета расскажу как это было у нас когда мы когда у нас родился малыш мой муж взял отпуск практически на два месяца для того чтобы помогать мне с ребенком когда мы приехали из роддома уже начали приспосабливаться как-то обживаться потихонечку и решили что наш малыш будет спать отдельно и будет на грудном скармливании для этого конечно же очень сложно покормить ребеночка грудью и перекладывать обратно в кроватку да тогда как из бутылочки в принципе можно покормить ребенка не вынимая из кроватки наш малыш как и все другие малыши которые на грудном скармливании конечно же хотел бы спать рядом с мамой рядом с грудью где пахнет молочком и очень тепло и уютно и для того что переложить в кроватку которая успела остыть к тому времени как он уже доест было конечно неудобно когда малыш ложится в кроватку она холодная он начинает ежиться кукситься просыпаться и укладывание продолжались еще час для того чтобы он уснул вплоть до качания порой на ручках конечно мы старались этого максимально избегать и у нас слава богу вроде бы как получается мы не укачиваем ребеночка засыпает он в кроватке иногда бывает если засыпает на диване мы его сразу же стараемся переложить так значит первая маленькая мамина хитрость я не владею терминами youtube поэтому буду называть это не лайфхаки или как-то еще маленькие мамины хитрости значит происходило со следующим образом знаете да что часто бывают газики у малышей нужно с этим как-то бороться как-то ему помогать уснуть особенно в ночное время поскольку не всегда удается выложить ребеночка на животик перед кормлением ночью да потому что малыш спит нужно что-то делать конечно же помогает тепло теплая пеленочка на животик безусловно помогает я сейчас хочу также да уточнить что эти хитрости примерно до месяца полутора мы использовали вот сейчас малышу уже чуть больше полутора месяцев мы перестали их использовать я кормила малыша после окончания кормления вставал мой муж нагревал утюг который у нас всегда был дежурно возле розеточки нагревал утюг нагревал пеленочку в кроватке до состояния такого более-менее горяченького нагревал теплую пеленочку затем пока мы несли малыша пеленочку спевала чуть-чуть остыть мы ложили малыша укрывали его опять тепленькой пеленочкой нагретой утюгом и он практически не чувствуя разницы между маминой постелью уже тепленькой да и тепленькой своей кроваткой благополучно засыпал также это помогало нам и от газиков также помогала при сохранении тепла то есть вот такая вещь дальше хотелось бы рассказать если вы также на грудном скармливании или планируете его я по первому опыту знаю что в принципе молочка у меня хватало порой возникает проблема из какой груди ты кормил в предыдущий раз совет мамочкам которые молоденькие возможно хотят родить только первый раз еще малыша лучше кормить из двух грудей дабы избежать асимметрии в будущем то есть либо вы привыкли уже одной грудью кормить да и в ней больше молочка соответственно из-за этого либо вам просто удобно что вы все время с одной стороны как-то ложите малыша и кормите лучше этого избегать кормить нужно двумя грузями и по очереди то есть не так что один день для одной другой день другой конкретно каждое кормление прикладывается к разной груди ребёночек и в этом помогает вот такая штучка это уже третья моя штучка сначала здесь был яркий цветной браслет который я сделала сама он поблёк я его сменила на красивый белый но белый немножечко тяжеловат и когда рукой вот так машешь он улетает с руки поэтому просто обычная резинка для волос которая более-менее такая свободненькая подошла я ее надеваю из этой груди я покормила надела сюда резиночку следующее кормление я уже вспоминаю что я кормила из этой значит теперь будем из этой переодеваем резиночку и кормим из другой груди такая хитринка вами подойдет тем у кого много молочка потому что у кого в принципе его немного можно пощупать грудь эту и другую ощутить где больше молочка да и соответственно кормить с другой но поскольку у меня молочко той груди из которой кормила тоже достаточно быстро вырабатывается невозможно практически ощутить по наполнению из которой груди ты кормила поэтому вот эта штучка очень даже выручает также у меня была сшита подушка для беременных позже я буду снимать видео вообще обо всем что я шью как я шью возможно тоже вам будет интересно это подушка для беременных выручала меня пока я была беременна просто вообще аллилуйя что она у меня была как она меня выручала в роддоме где я провела три недели две недели до родов и потом еще неделю после родов это просто был мой спасательный круг но когда родился ребеночек я кормлю его допустим сидя на диване и положить эту подушку вокруг себя как-то вот уложить ее слишком затрат на времени и не всегда бывает охота и не всегда будет удобно в этом случае меня выручил наш дорогой батон это кот его зовут батон наш так сказать семейный друг это антистрессовая подушечка раньше она использовалась по прямому назначению и теперь она используется как подушечка под малыша когда я кормлю его грудь и ложу ее прямо на коленочки сверху ложится малышек и вот не поверите она легонькая она удобная если у вас есть возможность приобрести такую подушечку приобретайте она вас выручит и в кормлении и как антистрессовая подушечка ну и последний наверное последняя мамина хитриночка когда я собираюсь на прогулку с малышом когда мой муж на работе недавно вышел на работу за отпуска мне нужно как-то одеть ребеночка при этом одеться самой и если одетого ребеночка я выношу к порогу где как я буду взять обувь и одевать куртку тоже да непонятно я беру для этого автолюнку колясочку мой муж спускает вниз у нас лифта нет третий этаж спускает мой муж с утра колясочку вниз и мы уже с малышом выходим на ручках если у нас такая же ситуация что нет лифта и нужно спускать малыша берем автолюльку ставим ее порога вложим малыша в это время я сама успеваю одеться собраться и уже прямо порога могу взять ребеночка и выйти не нужно будет в обуви бродить по квартире чтобы взять ребенка и также не нужно как-то умудряться держать его в руках застегивать сапог и вообще всего этого можно избежать других хитринках я расскажу чуть позже потому что я сейчас рассказала то что в принципе мы использовали до месяца и полутора сейчас малыш стал побольше и и все эти хитрости конечно же тоже меняются с возрастом малыша если будет интересно так же заходите про браслет и автолюльку это я думаю будет продолжаться еще очень долго не до полутора месяцев поскольку гулять мы еще будем долго да и кушать грудь тоже долго спасибо что были со мной всего доброго до свидания